В Тирасполе прямо сейчас живет 12 тысяч лишних женщин. Не в каком-то плохом оскорбительном смысле, а просто по статистике мужчин у нас намного меньше. И такая картина практически во всем мире. Причина печальная. Мужчины раньше умирают. Причем даже в самых благополучных странах. От мужчин часто можно услышать, что все это из-за нас, из-за женщин. Мол, это мы доводим до седых волос и ранних инфарктов. Хотя по статистике женатые мужчины живут дольше холостяков. Влад Лукаш разбирался во всем по науке. Почему женщины живут дольше мужчин, это не вопрос философии и научных исследований. Все и так понятно. Это уже хэштег в ТикТоке. Тысячи видео, которые объясняют, почему женщины мудрее и больше любят эту жизнь. Средний долгожитель – это бабушка, да. Это не дедушка. Но без науки все же не обойтись. Демографы приводят цифры и восхищаются матушкой природы. Это ж как она хитро делает. Ведь в мире всегда и везде мальчиков рождается больше, чем девочек. В среднем на 100 девочек 105 мальчиков. Природа знает, что со временем мужчин все равно будет меньше, поэтому дает эту компенсацию в начале. У мужчин вероятность умереть выше, чем у женщин в возрастах младших. Мужчины растрачиваются быстрее. Это связано и с определенными биологическими особенностями, и с нашими региональными. В странах бывшего Советского Союза вот этот промежуток между продолжительностью жизни мужчин и женщин, но он достаточно большой. И действительно, в странах бывшего СССР разница между средней продолжительностью жизни у мужчин и женщин 8-10 лет. В более развитых странах эта разница не такая большая. А вообще вот вам любопытная карта, по которой ясно, нигде в мире мужчины не живут дольше женщин. Чем темнее цвет, тем больше разница в жизни у мужчин и женщин. Черный цвет – это страны бывшего СССР, а еще Монголия, Вьетнам, Сальвадор. Тут разница 9-11 лет. В западных странах 5-7 лет. На этой карте больше всех удивила Нигерия. Одна из самых бедных стран отмечена белым. Там разница между мужчинами и женщинами всего год. Так в чем причина? Природа или условия жизни? Две причины – биологические и социальные. Что касается преобладания женщин, то, наверное, все-таки психосоциальные причины основные. Почему? Потому что рождается-то больше мальчиков. А вот когда уже мы достигаем возраста 36 лет, примерно у нас в Приднестровье, если использовать данные последней полной переписи 2015 года, то мы видим, что начиная с этого возраста у нас начинают преобладать женщины. А когда мы достигаем там 50, 60 и уж даже 70 лет, то мы видим, что там гораздо высокая доля женщин. То есть преобладание женщин над мужчинами достигается за счет старших возрастов. Уже к 36 годам в Приднестровье женщин становится больше. Смотрим на эту демографическую елку, или, как ее называют ученые, возрастно-половую пирамиду. Действительно, в середине жизни женская часть пирамиды становится шире, а когда подходим к пенсии, то там вообще разница огромная. Вот свежая статистика по Тирасполю, ее озвучил мэр столицы. Вроде в процентах разница не звучит большой. На деле в столице женщин на 12 тысяч больше, чем мужчин. При общем населении в 127 тысяч. Это легко видно по улицам наших городов. И дело не только в том, что мужчины чаще уезжают на заработки. У мужчин авангардная функция, они корректирующие, у женщин стабилизирующие. Они должны сохранить признаки. А мужчины, они, в общем-то, их чуть побольше, они должны... Корректирующая эволюционная функция. Они же разные мужчины. Есть и успешные, и неуспешные. А женщины, они такие все более стабилизационные. Ну я, конечно, очень сильно упрощаю, но примерно это как-то так. В мире есть и обратная ситуация, когда в младшем и среднем возрасте мужчин намного больше, чем женщин. В Китае молодых мужчин на 30 миллионов больше, чем девушек. И это большая проблема, они просто не могут найти себе невесту. Капиза, Зухра, Лейла, Зуфия, Юльчатай. Юльчатай! А все из-за того, что китайцы раньше предпочитали, чтобы у них рождались мальчики для помощи на полях, да и мальчикам приданого собирать не надо. Мамы, когда узнавали на раннем сроке, что будет девочка, могли просто сделать аборт. А еще совсем недавно в Китае было правило «Одна семья, а один ребенок». Есть возможность родить одного ребенка, а это означает, что мы должны постараться родить того, кого мы как бы хотим. Ну и плюс медицина, хотя в некоторых странах запрещают определять пол до рождения, чтобы никто никаких глупостей не делал. Или вот Армения. У них в течение нескольких лет на 100 девочек рождается аж 115 мальчиков. Это не природа, а выборочные аборты, прерывание беременности по половому признаку. Но даже в таких странах в старшем возрасте женщин все равно больше, чем мужчин. Не берегут себя мужчины. Это не только алкоголь. Это не только алкоголь. Это распорядок дня, это занятие спортом, это питание, курение. Это все, мне кажется, повлияет на продолжительность жизни. А еще экстремальное поведение, войны, повышенная конфликтность, ДТП. По прогнозу, к 2030 году каждый пятый китаец останется без жены. Это поколение вынужденных холостяков может стать потенциальным источником общественной нестабильности. В Приднестровье такого нет. Как помним, расхождение в числе мужчин и женщин начинается в возрасте 36 лет, когда многие уже создали семью. По данным Минздрава, в Приднестровье средний возраст у мужчин 67,5 лет, у женщин 74,5. Разница 7 лет. Битву полов легко выигрывают женщины, но вряд ли они этому рады. Пришли девчонки стоят в сторонке, платочки в руках и ребят, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Владислав Лукаш, Отражение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова